Ребят, на сайте Clash King сейчас действуют акции, при пополнении 100 рублей вы получаете 50 рублей в подарок, эта акция длится всего лишь до нового года, поэтому успей принять участие. Также на сайте действует акция x2 loot, то есть в 2 раза больше шанс выбить какой-то крупный выигрыш. Обязательно пользуйтесь, заходите, ссылочку оставлю в описании, очень легко заводить и выводить деньги и донатить в игру. Также получайте бесплатные промокоды каждый день, ссылка в описании. Привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на аккаунте Коли, Коли находится на 5800 кубков и его аккаунт находится, ребята, на седьмом месте, я так понимаю, в СНГ. Да, 5800 кубков, сегодня я вам покажу крутейшие поединки, которые, блин, ну заслуживают реально отдельного видоса. Значит, и прежде чем мы посмотрим поединки, я хочу вам показать профиль одного противника, которого Коля просто реально поставил на свое место. Вот он, ребята, 6700 кубков рекорд, восьмое место в мире, то есть, ну, блин, реально, я думаю, вам интересно, какой же колоды, да, ну, повторок вы уже увидели. Колода Гигант, Принц, Шахтер, Вавы Домышей, ну, Мегаминьон, точнее, Треминьон, Ледяной Дух, Запп и Фаерболл. Я не знаю, в профиле у него есть эта колода, вот она, если хотите, берите 3-3 эликсира, я с ней не играл, поэтому не знаю, какая она, ну, блин, раз Коля таких игроков выигрывает, значит, она реально имеет место быть. Ну что, давайте посмотрим первый повтор, который Коля сказал нам посмотреть, ну, точнее, скинул мне варианты, которые хотел мне продемонстрировать на видос. И, кстати, ребят, забыл вначале сказать, если вы хотите, чтобы Коля тоже в следующем выпуске присутствовал, прокомментировал какие-то онлайн-атаки, давайте на ролики наберем 10 тысяч лайков, подписывайтесь на канал и подпишитесь на инстаграм Коли, ссылку я оставлю в описании. Я его просил прийти реально в скайп, у него не было возможности, поэтому я сказал, давай, мотивация будет такая, если на твой инстаграм подпишутся люди, то ты в следующий выпуск нам обещаешь быть в скайпе и покажешь нам какую-то колоду, не знаю, какую попросят, возможно, подписчики. Поэтому, ребят, ну, блин, я думаю, что ради такого не жалко поставить лайк и подписаться на канал и на инстаграм Колясика, поэтому ссылка будет в описании, обязательно подписывайтесь. Итак, теперь давайте смотреть повтор. Значит, гигант дошел к вышке, там были варвары, нас забайтили, кстати, на фаербол, очень жестко. И давайте смотреть, как же будет Коля дефать трех мушкетеров. Он выбросил принца ледяного духа и не так уж много, в принципе, урона нам нанесли. Мы нанесли гораздо больше, ставится второй сборщик эликсира. Вначале, кстати, у нас не было возможности, ну, то есть, Коля сразу выбросил шахтера, а в этот момент, по-моему, противник бы поставил сборщик. Поэтому, ну, Коля не мог среагировать, да, и отменить свои действия. Но в этот раз шахтер ровно на сборщик идет, но противник дефал сабандой гоблинов и видим, что полностью сборщик мы не забрали. Кстати, я, честно, удивлен, то, что это, ребята, это поединки с 5800 кубков, ну, 5700, 5800, и противник играет с 10-ми рарками, и он 12-й уровень. Это тоже надо отдать ему должное, и он заслуживает респекта отдельного, потому что не каждый 12-й уровень, да не каждый 13-й может дойти до 5800. Честно, вот это небольшое удивление. Ну, да ладно. Сейчас фаербол Коля не сливал, хотя я бы уже давно выбросил на варваров, на мушкетера. Ой, сколько, реально, сколько байт, вот смотрите, варвары, орда миньонов, 3 мушкетера. Кстати, возьмите себе на вооружение эту колоду, которую против нас, да, и попробуйте. Вот я реально попытаюсь с ней сыграть, потому что я давно искал какую-то годную колоду с 3 мушкетерами. Вы знаете, мне нравится, мне серьезно нравится вот этот байт варвары, орда миньонов, 3 мушкетера, банда гоблинов. Не извиняюсь, голос стал пропадать. Вот, и, честно говоря, много чего можно дефать, и я думаю, что можно реально тоже высоко добраться. Но, опять же, все зависит от того, какая колода против тебя. Если вот сейчас просто много мортир, а мортиры там торнадо, фаер, это все, конечно, контрит ужасно. Ну, на любую контр-колоду есть, естественно, ой, на любую колоду есть контр-колода, этого не избежать. Ну, и Коля так получилось, что пропушил его. Смотрите, я, честно, не знаю за счет чего, но как он так задефался, честно, я больше не на поединок обращал внимание, а на конкретную колоду, да, и вообще про ситуацию и про противника. Вот, а сам поединок я не посмотрел. Ну, Коля красавчик. Так, давайте посмотрим, еще он попросил один повтор, вот, против этого противника, рекорд у него, ребята, 6-170. Вот, 6-170, то есть, ну, опять же, заслуживает, да, своего внимания. Поехали смотреть. Тут у нас колода с Хогом против нас, окей. Мы все той же колодой гигант, шахтер, вот. Я, по-моему, точнее, не я, а Коля эту деку нам показывал, ну, вместе со мной, да, в скайпе. Мы, по-моему, конкретно эту колоду демонстрировали вам, когда прокачивали принца на 8 уровень. Но я могу ошибаться. Так как Коля потратил за, противник пользуется случаем и выбрасывает гоблинов в связке с Хогом. Ну, нам даже это на руку, мы одним фаерболом это все забираем. Ну, естественно, нам еще нужно Хога там добить чем-то, и он еще подбрасывает мега-миньона. Противник отвлекает мега-миньона ледяным големом. Вот, мы сейчас готовимся ставить гиганта, я так понимаю, и идти в атаку. Кстати, заметьте, у противника есть Тесла и есть Громовержец. Это реально очень сильная связка. Даже без Громовержец сама Тесла, она остановит кого угодно. Голема там, я не знаю, ну, Кургига вроде бы тяжело останавливает. Вот, а против Голема, против гиганта прям эта карта работает прям на отлично. Поэтому давайте смотреть, как же Коля затащил. Ну, в принципе, у нас есть фаербол, да, если вовремя его выбросить на Теслу, на того же Грома или что там еще, то, в принципе, проблем не будет. Но, опять же, это фаербол нужно выбрасывать именно... Ну, потому что много есть таких ситуаций, когда люди байтят на него. Вот, ну, тут, в принципе, нет такого жесткого байта на фаер, но все равно, я думаю, что вряд ли он будет сливать фаер чисто на Теслу. И противник тут реально ошибочку допустил и поставил Теслу на клеточку левее, я так понимаю, либо на клеточку ниже. Ну, так, короче, суть не в этом, что гигант не сагрился на нее. Поэтому шахтер, гигант, там, за, по-моему, и принц дошел к вышке. И смотрите, сколько урона нанесли. Пытается противник контратаковать нас. Кстати, у него неплохо получается. Уже 1000 хп оставил на нашей башне. Вот, ну, мы его задефали и тоже сделали такую мини-контратаку шахтерам. Пару тычек нанесли. У противника еще нету хога, поэтому, мне кажется, он сейчас сольет бревно, дабы прокрутить свой цикл. Хотя, не знаю, посмотрим. Нет, выбрасывает он громоверста с краю карты. Гоблины вперед идут. Ледяный голем. И вот он есть уже хог. Фаерболл сейчас на эту всю толпу забирает. Ну, точнее, не забирает. Наносит урон голему ледяному. Наносит громоверсту. И наносит, естественно, хогу. Но хогу это не помешало дойти к вышке. И, по-моему, одну тычку или две он сделал. Я не буду, конечно, отдаваться подробностям, но вроде бы тычку он сделал. Мы тоже уже прокрутились до второго гиганта. Первый сейчас забирает Теслу. Хотя у него тоже есть Тесла. Смотрите, вторая уже. Но он ее поставил слишком рядом. И поэтому гиганты ее сразу уничтожили. Фаерболл из ап на грома. И что там еще было, не заметил. Гигант, к сожалению, не доходит к вышке. Тычку не делает. Поэтому сейчас вот реально интрига, ребята. И вот напряжный момент. Успевает выбросить противник. Точнее, Коля выбросит миньонов. И фаерболл летит. И что? Он не добивает фаерболл. Зап. Зап добил. 97 хп, ребята. Это еще, ну, не знаю, ну, может, полсекунды. Либо секунда. И все. И мы бы реально проиграли. Ну, и самый главный поединок в этом выпуске. Это, ребята, против голема. Это против игрока, который находится на восьмой позиции в мире. Понимаете? В мире он... Блин, ну, это реально... Это реально интересно. Давайте смотреть этот повтор. Значит, он играл против голема, ракеты и торнадо. Это та колода, которую я в предыдущем выпуске обозревал. И мои комментарии были, что эту деку не понимаю. И я ее, по-моему, отнес на третье место. Но я знал, я знал, что топы с ней играют. И эта дека, ну, блин, нормальная. Я вам говорил, что это чисто мое субъективное мнение. Вот. Вот, поэтому соглашаться с ними или нет, это, конечно, уже ваш выбор был. Но, опять же, я эту деку не перестаю не понимать. Ну, точнее, даже не в этом. Я эту деку понимаю. Но я с ней не могу играть. Вот, честно. Вот не могу. Я с ракетой, я вот просто, ну, от криворуки и все. Не могу я с ней играть. Вот, возможно, в этом проблема. Окей, давайте смотреть. Значит, летят мега-миньоны, три-миньона. И гигант втанкует вышку, я так понимаю. Блин, дракончик уничтожил наших трех-миньонов, но остался в живых у нас мега-муха. Осталась или остался, не знаю, в общем, не важно. Но решила мега-муха переагриться на ночную ведьму, потому что за големом она так не успевала, получается. И нам приходится дефать голема принцем. Ледяный дух на маленького дракончика. Тем самым переагриваем дракона на принца. Ну, так, чтобы он не дамажил вышку. И шахтер наперед. Но противник ловит гоблинами. И что, и пропускает принца. Вот это поворот, ребят. Принц, кстати, сейчас очень мощный. И его в последнее время, ну, как-то трудно реально контрить. И вроде бы... Ну, это не мини-пека, ребят. То есть у него разгон, его иногда не успеваешь задефать. Поэтому, ну, можете прокачивать принца смело. Пока его не пофиксили. Я думаю, ну, его еще не скоро пофиксили. Вот мне, да, набафнули. Поэтому он еще будет держаться в топе. И, видимо, у противника нету эликсирано торнадо. Естественно, гигант проходит к вышке. Что же дальше? Дальше у противника, ну, только в цикле. Смотрите, бревно ракет от торнадо. Все, ему, то есть... Ему надо как-то крутить цикл. Вот поэтому я не понимаю эту деку. Как-то, вот знаете, ну, вроде бы крутая. Но, с другой стороны, мне кажется, ее много кто контрит. Ну, лично. Мое, опять же, субъективное, наверное, мнение. Итак, Коля добивает шахтерами-миньонами вышку. Остается одна минута. И так смотрим. Значит, Коля не переходит в атаку слева. Решается дефать все, что будет сейчас на него идти справа. Готовит фаербол. И выбрасывает его прямо сейчас вместе с запом. Я бы, конечно, вот на данный момент... Точнее, на месте Коли реально бы не спешил. Подождал бы еще ночную ведьму, да? Вот бы потом бы выбросил. Но, думаю, Коля знает, что делает. Поэтому фаербол плюс зап там забирает мега-миньона. И оставляет мало хп по маленькому дракончику. Плюс с3 мухи. Добивает это все. Коля сейчас решает забить. Забить на атаку справа. Я так понимаю, отдает вышку. И готовится к контр-пуш слева. Смотрим, сможет ли остановить противник. В принципе, у противника есть и торнадо, и ракета. Но там уже слишком много юнитов. Там реально много. Там и принц, и гигант, и мега-миньон. И еще летит фаер. Я думаю, сейчас будет зап. Хотя зап там особо-то ничего так не порешает. И добивается слева башня. Противнику, мне кажется, нужно было забить на нее. И просто давить Колю справа. Вот реально. Вот если бы противник так бы сделал. Мне кажется, он бы трешку забрал. Но итог у нас боя. Конечно, победа за Колей. Поэтому респект ему. Сильный поединок. Сильные катки. Так вот смотришь на повторе. Вроде бы кажется, да все изи. Да понятно изи, когда все делают правильно. Просто у меня так красиво играть не получается. В общем, ребят, набираем много лайков. Коля приходит к нам в скайп. Подписывайтесь на канал. Ждите новые ролики. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам удачи. На Коле инстаграм тоже подписывайтесь. Ссылка в описании. Желаю всем удачи. До новых встреч. И всем, ребята, пока-пока.